И так, друзья, и вот теперь та самая тема, которую мы обещали вам исполнить. Итак, АПЛ, как и, так сказать, заведено, записано в верстке. В Англии, АПЛ это, кто не понял, английская премьер лига. В Англии разгораются, там на самом деле целая череда российских скандалов. Вообще Англия славится не только футболом, но и российскими скандалами тоже. Итак, вот один из тех, который мы хотели бы обсудить, это, конечно же, скандал между Луисом Суаресом и Патриком Эвра. Да. Или Патрис, да? Патрис Эвра. Ну, в общем, скандал произошел во время матча Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед, когда Луис Суарес назвал Патриса Эвра. Вот они там придумали. Ну, не знаю, Суарес назвал Эвра негром. Негоро. 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 То есть по-испански, насколько я знаю, это темный или черный. Негоро. Он назвал его негром. Логично. Да. Эвра сказал тренеру, они посвящались к команде, значит, и подали коллективную, собственно, протест за вот эту вот кляузу, за российские высказывания. А Эвра в зеркало рассмотрелся? Я расскажу. Вот сейчас хронологию свои мысли пока, да? Собственно, назвали на матч, ушли в потрибунное помещение, Эвра нажаловался, составили корпоративную общую кляузу, отправили в комитет по этике. Комитет по этике разобрал, по видео прочитал, что да, что-то похожее на Негоро Суарес произносил. Суарес отправили в восьмиматчевую дисквалификацию. Кстати, сказать, что... Очень смешно. Уэйн Руни, подождите, да я скажу, просто Уэйн Руни в матче против Черногории очень жестко сфалил на игроке сборной Черногории. Жестко, прям хотел его сломать. Ему дали дисквалификацию три матча. А за то, что Суарес назвал Эвру Негоро, дали восемь матчей. Нам показалось, что это очень странно. На этом все не закончилось. Я просто... И потом приходил. Нет, как раз дисквалификация закончилась. Дисквалификация закончилась ровно, снова матчем Ливерпуль-Манчестер-Юнайтон. И, собственно, Суарес в этот дисквалифицированный период приносил извинения, говорил, что он раскаивается. Искал это ляпнув, не подумав. И все, собственно, все трибуны, весь стадион ждал примирения. Но на приветствие команд Суарес прошел мимо Эвро и не подал демонстративную вовру. Надо заметить, извините, что во время трансляции все же камеры были там ни на игроков, ни туда, ни сюда. Все были только вот на Суареса и на Эвра. Ну, 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 рука по... Нет, нет. Нет. За что Эвра устроил потом драку по трибунам помещения. Ну, и потом, собственно, весь матч и в концовский матч очень долго провоцировал Суареса на какие-то действия. Но это все не существенно. Само собой, скандал продолжится. Это все неважно, потому что нас интересует, так сказать, этимология скандала, и она примерно понятна. Да. И этимология, естественно, этого самого слова. И вообще, на самом деле, вот мир у нас сейчас так такой, вот он как бы, он как хрустальный фужер, из которого Илюха пил свое... Шипучку. Шипучку из провинции французской. Ведь одно неловкое движение, одно неловкое слово, казалось бы, оно еще там 20 лет назад было бы ловким, а сейчас, значит, негра назвать негром категорически нельзя. Заметить, что у него темно-коричневый цвет кожи, а это правильно, черт возьми, категорически. Делай вид, что он синий там или какой угодно, но главное ничего. Что за бред собачий? Ну, хорошо, я тоже про Гристи. Мы живем в этом мире, ладно, 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 ладно. У Агаты Кристи, помнишь, был же этот самый детективный роман «Десять негритят»? А тайна черных раздов. Ну, теперь-то, нет, теперь-то это называется «Десять афроамерикансят». Нет, «Десять не очень больших». Я же вам рассказывал про то, что это на полном серьезе. Во многих, так сказать, программах школьных, тексты, там, Марка Твена, например, оттуда убираются все неполиткорректные, так сказать, эпитеты. И, скажем, толстого человека больше нет в литературе, в мировой литературе. Есть тучный. Полный. Полный. Ну, у нас есть эксперты, поговорить мы хотели вот о чем, потому что я, правда, искренне не понимаю. Если меня с детства учили, что темнокожий – это негр, и это нормально в любом обществе называть его таким, то почему сейчас происходит этот вот полит… такой, не знаю, апогей политкорректности? Во всем мире он вообще просто зашкаливает уже. Я вам скажу, кстати, почему он происходит. У нас нет. Подожди, давай сейчас эксперт придет. Да, да, но это эксперт не по политкорректности, а по языку, он лингвист. Да. Откуда есть было, пошло слово «негр». Нам интересна этимология. Мифология и этимология – слово «негр». Причем и в английском языке, и в испанском, и в русском. Других ругательств также. Неполиткорректных. Обидных, неполиткорректных. Пока к нам спускается Дмитрий Михайлович Бузаджи, заведующий кафедрой перевода английского языка. English. Московского государственного лингвистического университета. Так вот, пока к нам спускается, я вам быстро двух слов скажу, откуда взялась тяга к политкорректности. На самом деле, я так думаю, что тяга к политкорректности – это свидетельство внутренней непрочности этой конструкции государственной. Комплекс вины? Да. Нет, причем комплекс вины? Добрый вечер. Российской конструкции внутренней. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь. Пожалуйста. Спасибо. Негр – это обидно? В каком языке? В английском. Да и в русском. В английском нет слова «негр». Негр? Вот если мы говорим… Тут очень важно разделять, о каком языке мы говорим, о какой культуре мы говорим. Хорошо. Давай дайте испанский. Луис Суари, судя из всего, по всему имел в виду испанское слово. Значит, ну, я, понятно, что не специалист в испанском, поэтому, так сказать, мой язык основной английский. Поэтому, если говорить о том скандале, с которого вы начали, там речь была о том, что Суарес назвал Евра… Ну, я не буду, не берусь воспроизводить по-испански, но он назвал его, сказал, что «я не говорю с «негро». И, как говорит Евра, он еще его неоднократно называл это «негро, негро, негро». Значит, потом Суарес объяснял, что у них в Уругваю по-испански это вообще не обидное слово, и на самом деле он хотел, так сказать, наоборот, чтобы тот не обижался, так его называл. Но, тем не менее, вот, ну, вы сами рассказывали. Вылилось то, что вылилось. То есть тут получается, во-первых, ну, мне кажется, что тут несколько аспектов. Во-первых, по-испански так получается хитрая такая проблема, потому что «негро» — это и негр, и черный. Ну, это, так сказать, понятно, даже не будучи специалистом в испанском. Ну, да, но все это идет из латыни. Когда эта новость переводят на английский, там уже большая проблема у тех, кто переводит эту новость, потому что они не знают, перевести ли это словом «блак», которое совершенно нейтрально и вежливо само по себе. Или словом? Или словом «негро», допустим. Негро. А это политкорректное слово? Негро уже тоже совершенно неполиткорректное. Как и нигер, это абсолютно невозможно в современном языке назвать, особенно если ты белый, назвать американского негра. Негро — это тоже совершенно дабуированное слово. Блакное — нормальное. Блэк нормальный. Блэк нормальный. Чёрный. А почему «негро»? Вот тот чёрный. А в том-то и дело, вот понимаете, а самая большая ошибка, которую делают, в том числе, к сожалению, и журналисты, и не только журналисты, это когда на фоне формального сходства переносятся какие-то нормы английского языка на нормы русского языка. Дело в том, что слово «негро» и «негро» в английском языке очень специфическая история. То есть это слово ассоциируется для негров с, так сказать, тяжёлыми временами рабства. Это слово, которым называли их «плантаторы». И, скажем, в XIX веке, в начале XX века это слово было совершенно нейтральным. Так называли негров и «плантаторы», и «сочувствующие им», и упоминали того же… Обобщённое название людей. Обобщённое, ну, отчасти немножечко похоже на то, как было в русском слово «жид», которое, так сказать, могло использоваться в обидном контексте, могло совершенно в нейтральном, да. А потом, когда произошло, ну, соответственно, сначала, так сказать, гражданская война, потом, в принципе, культурный слом, а другое отношение к представителям чернокожей расы. И, значит, росло самосознание американских чернокожих, они захотели отделаться от, так сказать, проклятого прошлого, от этого слова. И для белых оно стало абсолютно табуированным. Сами негры вполне друг к другу обращаются, и негры, и так далее, это совершенно не считается группой. Это шутливое такое. Шутливое, да. Ну, в русском языке не было «плантаторства», да, у нас не было чёрных рабов. Негры мы никогда не использовали в каком-то отрицательном контексте. Мы выступали за праву, так сказать, выступали на борьбу за права угнетённых негров. Нет, вы очень дачный пример привели по поводу жида, но совершенно, так сказать, нейтральное слово, там, у нас в конце 19-го, скажем, века. И абсолютно недопустимо, там, и неприемлемо сейчас, например, да? Ну да, а как же они называются эти люди? Если они не негры, кто они? Если они не негры, нет. Мы не про русских, не про русских, мы сейчас про западную культуру. Black. Если мы говорим о английском языке, а в английском языке, если вы хотите, так сказать, ну, сказать, что кто-то, ну, так сказать, вот назвать, вот там, на встрече был там один негр, а black man, вот, допустим, дословно, да, чёрный человек, или просто black, там, blacks и так далее. А blackie? Я думаю, что это будет уже несколько пренебрежительно звучать. Вы не понебраски. И самый, конечно, политкорректный вариант African American, это понятно. Другой вопрос, что African American, надо понимать, что это американец африканского происхождения, условно говоря, да? Очень было забавно, когда на одном, на российском телеканале был новостной сюжет о том, как машина упала в Яузу и два трупа. Один из них, как было сказано журналистом, афроамериканец из Великобритании. Сложная такая, афроамериканец из Великобритании. То есть, как бы человек усвоил, что вежливо называть теперь негров афроамериканец, но то, что на самом деле это абсолютно... Ну, там возникает вопрос, как называть африканских негров, афроамериканцами из Африки, что ли? Давайте узнаем после рекламы. Дмитрий Михайлович, я бы просто в заключение одно слово. Негр по-русски это нормально? Вполне. Это нормально. Понятно, что нас интересует, прежде всего, лингвистический аспект. К слову, у нас в гостях Дмитрий Михайлович Бузаджи, заведующий кафедрой перевода английского языка Московского государственного лингвистического университета. Обсуждаем термин негро, нигра, блэк, лекки. У нас, кстати, по России планета показывают. Мы в научном смысле просто обсуждаем слова. Слова есть, значит, мы обязаны... Можно я вернусь к нашему примеру, чтобы понять, что это для себя? А потом, пожалуйста, когда у нас произошло изменение отношения к слову «жид», из чего оно вдруг случилось? Если оно всегда было нейтральным, этих людей так называли. Ну, я не берусь судить. Наверное, условно назову, наверное, это все-таки, как и многие другие процессы в районе, так сказать, революции октябрьской. Все-таки в дореволюционной литературе оно гораздо чаще используется и без обязательно негативной коннотации. Но тут, конечно, это вопрос больше к литературоведам или к историкам языка. Но, видимо, схожие процессы. То есть, когда были в том числе и политические, они уравнены в свободах, то есть снята черта оседлости, сняты запрет на занятия определенные. Соответственно, растет какое-то чувство национального такого самосознания и желание как-то... Ну, как, допустим, сейчас цыгане, скажем, в западных странах настаивают на то, чтобы, пока не менее в английском языке, чтобы их уже не называли традиционным словом джипси, чтобы их называли Рома. А почему так? Рома. Рома? Ну, потому что само название. От Рома. От Рома. От Рома. Вот как вот Романи, да, тоже, наверное, слышали, так, театр Роман. Вот, то есть вот этот корень. Это идет из каких-то национальных комплексов или из-за чего? Почему белые не обижаются на белых или на снежках? Потому что нет, ну, Дмитрий же объяснил, что это всегда попытка отсечь некую, так сказать, неприятную историю. Исторический бэкграунд. Всегда отсечь чего-то. Ну, условно, тебя били, когда в детстве линейкой по морде, ну, я условно говорю, и называли там, я не знаю как, Илья. Я сейчас заплачу. Прекрати, извини, пожалуйста. Ты, естественно, хочешь этого воспоминания вытереть из своей памяти и говоришь, только Илья Викторович. И не дай бог ты. Ну, и так далее. А как жид по-английски будет? Именно не еврей, а жид. Вот именно вот такое отношение. Обидный аналог – жидовская морда. Да. Нету такого слова. Ну, подожди, Илья. Я спрашиваю. Я спрашиваю. Все-таки обычно используется форма прилагательного. He's Jewish. He's a Jew. Будет звучать как-то несколько слушающий напряжется, особенно если он еврей. Вы знаете, он какой-то еврей прям. Он звучит так именно. Он какой-то еврей. Как будто бы действительно очень экспрессивно сказано. Да ты еврей. Да. Ну, а так, в принципе, конечно, много существует в английском языке пренебрежительных таких обозначений. Я просто не прочитаю. Боюсь не прочитать. Просто словарь Эбби дает перевод. Кик. Кайк. Кайк. А, кайк, да. Кайк и еще какое-то Y-I-D. Не знаю. Уид. 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 А, ну Y-I-I-D. Y-I-D. Y-I-D. Ну, как и лишь. Все. Вот. Это вот жид. Ну, да. Тот же самый корень. Яврей обидится. Я должен сейчас не узнать все обидные слова. Нет, нет. Во всех языках, чтобы быть готовым к иностранным командировкам. Нет, нет. Просто интересно, откуда этимология действительно. Почему там негро, негро, что имел в виду Суарис. На самом деле, мы ушли в сторону совершенно, что имел в виду Суарис. И насколько это объективно должно быть обидно Евра. Ну, мое мнение такое. Хотя, так сказать, я не умею читать мысли. Не знаю, что хотел сказать Суарис. Но дело в том, что я вот посмотрел, когда мне сказали о теме сегодняшнего разговора, всю эту историю. И получается, что человек там, ну, он вроде бы там этого Евра там как-то пенал, сбивал всю игру. Провоцировал. И потом, значит, заявил там, значит, назвал его там что-то такое. А, как было написано в одном из англоязычных источников, что Евра спросил его, за что тот его ударил. Тот сказал, потому что там туэст, или как, прошу прощения у испанских коллег, негро. Тот ему сказал, что если он повторит, так он его ударит. На что тот сказал, я не разговариваю с негрос. И вот, на мой взгляд, тут уже не вопрос обидности слова негро в испанском языке. Если бы это было бы слово «икс», но если тебя бьют и говорят, я тебя бью за то, что ты «икс», я вообще с такими как «икс» не разговариваю, тут уже... Ну, есть, нет, это дискриминация такая. Нет, это не дискриминация, просто это к расизму никакого отношения не имеет. Это дозвольте обидным человеком. Даже не стой, но общество делает это российским, потому что футбольная ассоциация Англии дает 8 матчей дисквалификации за слово негро. Футбольная ассоциация Англии, к счастью, это еще не общество. Нет, а что же это? Это ассоциация. И премьер-министр пытается... Смотри на нашу футбольную ассоциацию. Нет, подожди, а Дэвид Кэмерон разбирается. Смотри на нашу футбольную ассоциацию. Нашу футбольную ассоциацию не является ассоциацией вообще. Это точно такое же сборище таких же людей. Нет, но все-таки поперсиональнее будут. И три матча руки дают. Это не общество. То есть физическое увечие намного меньшее зло, чем обзывательство негро. Ну, Англия, она очень сейчас в последние годы чувствительна ко всей теме политкорректности. И, может быть, даже отчасти вперед Америки. Ну, это, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Другой вопрос, что вот вы говорите, имеет ли отношение к расизму? Ну, наверное, имеет. Раз он называл его именно расовый признак. Другой вопрос, что, наверное, не имеет отношение к конкретному потенциалу слова негро. Потому что тут обидно было не само слово, а контекст употребления. Конечно. Словно говоря, если я говорю, я с такими, как ты, не разговариваю. Понял? Блондинами. Дело вообще, я могу просто сказать, такими, как ты, не разговариваю. В этом нет никакого... А, ну тебе 8 матчей дискулификации не дадут. Никакого российского контекста. В том-то и дело, что это сборище идиотов. 8 программ, Анатолий. Это сборище дебилов. Поэтому они дают 8 матчей дискулификации. Когда, понимаешь, что это дело? Когда у тебя трещит пиджак, тебе запрещено, тебе запрещено говорить слово «прорешка». Когда у тебя по шламу трещит действительно общество европейское, когда, как вам говорят в высокотрибуны, концепция мультикультурализма, так сказать, не состоялась, но ее пытаются удержать. Тебе запрещено, так сказать, в доме повешенного. Не дай бог сказать слово «ве» и все. Веревка, я имел в виду. Ну да. Все, речь только об этом. Соответственно, скоро мы уже, как в Америке, уже пришли к тому, что... Мы нет? Нет, Америка уже пришла к тому, что у нас один родитель, два. Значит, толстых нельзя называть толстыми, белых нельзя называть белыми. Будем говорить «объект один». Могу я к вам обратиться? Не смей, называть меня «объект». Понеслась. Ладно, в общем, поехали. Тоже мне объект. В общем, потому что негр в русском языке не должно, по крайней мере, считаться корректным российским высказыванием. Еще раз, пожалуйста, надо, чтобы Дмитрий сказал еще раз вслух. Для этого нет никаких объективных оснований, поскольку слово «негр» в русском языке своя история, совершенно отлично от истории слова «нигер» или «нигро» в английском языке, и смешивайте две вещи, нет никаких оснований. Да, ну, слава богу. Как это? Свобода негром, так сказать, порабощена. Спасибо большое. Стало понятнее. Спасибо большое. Скопировали. До свидания. Спасибо.